Всех приветствую! Сегодня 1 апреля и мы рассмотрим такой важный и полезный алгоритм сортировки, как BogaSorts, он же RandomSort, ну или просто случайная сортировка. Дело в том, что классические алгоритмы имеют один недостаток, они слишком быстро работают. Как известно, производительность вычислительных систем растет согласно закону Мура и постоянно удваивается. И по моей инсайдерской информации, где-то в недрах корпорации Google в дата-центре собран сверхпроизводительный вычислительный кластер, на котором даже бесконечный цикл выполняется всего за 3,5 секунды. И такой рост производительности становится проблемой, потому что вот как заставить заказчика обновить свое оборудование, как заставить людей покупать новые сервера, если у них все и так летает на старых. Логичным решением в данном случае является замедление программного обеспечения, для того, чтобы можно было задействовать вычислительные ресурсы по полной программе. То есть даже новейшие сервера можно будет на 100% загрузить. Поэтому классические алгоритмы производительные все больше уходят в прошлое, и алгоритмы, которые раньше были неактуальны из-за их низкой производительности, теперь наоборот становятся сверхполезны. Ведь даже на стороне клиента, вот если вы пользователь приложения, нажимаете кнопку и тут же мгновенно получаете результат, вам кажется, что результат достигнут без усилий, и непонятно, а за что же тогда платить, если все настолько легко. А вот если вы нажимаете кнопку и приложение думает несколько секунд, то значит вы понимаете, что в этот момент что-то происходит значимое, важное, вы осознаете как бы всю ценность продукта, которым пользуетесь. И вот пусть стоит задача сделать такой алгоритм сортировки, который сможет загрузить вычислениями любой суперкомпьютер. Как вообще алгоритмы сортировки по производительности можно разделить, по временной сложности. Самыми быстрыми у нас оказываются алгоритмы, которые работают за O от N за линейное время. Примерами такого алгоритма может быть сортировка подсчетом. Обычно эти алгоритмы не универсальны, то есть они не подходят к любым данным, но в некоторых случаях могут дать очень хороший прирост производительности. Далее следуют алгоритмы общего назначения, достаточно быстрые, которые работают за N на логарифм N. Это и быстрая сортировка, сортировка слиянием и так далее. Целое семейство хороших алгоритмов, которые в тех или иных вариациях применяются на практике в настоящее время. Ну и есть семейство алгоритмов за квадратичное время у от N квадрата. Раньше считалось, что их применение не оправдано, потому что они слишком медленно работают, но тем не менее, то там, то здесь выяснялось, что все-таки алгоритмы с квадратичной производительностью программисты периодически пишут. Они медленные, но на современном железе, в общем-то, их медленности уже не хватает. А есть ли алгоритмы еще более медленные? Хорошо бы иметь такой алгоритм, чтобы он был медленный-медленный. Ну и, конечно, да, есть такие алгоритмы, и вот сегодня один из них мы рассмотрим. Случайная сортировка. Идея этого алгоритма простая и гениальна. Будем просто переставлять местами в случайном порядке элементы в массиве, и каждый раз после этого проверять, а сортирован ли массив. То есть перемешиваем случайно элементы, проверяем, а сортировалось нет, снова перемешиваем. И так будем делать до тех пор, пока случайным образом не окажется сортирован. За какое время будет работать такой алгоритм? Но число перестановок, если у нас массив n размером, число перестановок возможных, это будет n факториал. А сама проверка, сортирован ли данный массив или нет, у нас занимает n времени. То есть производительность алгоритма в данном случае будет n на n факториал. Что такое факториал? Ну это простая такая функция, которая обозначает произведение всех чисел от единицы до n. То есть если у нас 5 факториал, это значит надо умножить 1 на 2 на 3, на 4 и на 5. Вот такое получается число. Вот можно посмотреть, чему равны факториалы разных чисел, из-за того, чтобы представить себе, насколько вычислительно затратна такая сортировка. Ну и давайте напишем алгоритм на языке программирования Java. Нам понадобятся две функции. Первая будет перемешивать элементы в массиве случайным образом. Что нам нужно сделать? Идем в цикле по всем элементам массива. Можно нам какая-то временная переменная для хранения промежуточного элемента, когда мы будем менять два элемента местами. И еще одна переменная, которая будет хранить индекс, куда мы вставляем элемент при перемешивании. То есть мы должны вычислить новое положение элемента для каждого элемента случайным образом. И вот будем такой переменной хранить его. Что нам нужно сделать? Запоминаем элемент массива it. Вычисляем, с каким элементом его поменять. MassRandom умножить на len. Вот эта функция random возвращает случайное значение от 0 до 1. Нам нужно привести его в диапазон элементов массива, поэтому мы умножаем его на длину массива int. Ну и я просто дробную часть отбрасываю, которая здесь получится при умножении. Вот. Теперь меняем местами текущий элемент с элементом, индекс которого мы только что сгенерировали. То есть мы просто меняем местами два элемента. То есть в этой функции мы просто идем от начала массива до конца. И для каждого элемента вычисляем новое его положение случайным образом. И производим обмен двух элементов между собой. Вот давайте я сейчас эту строку перенесу сюда, чтобы было явно видно, где генерация. Куда переставить? И вот эти три строчки это просто обмен двух элементов между собой местами в массиве с использованием дополнительной переменной. Вот. Это первая часть алгоритма. А вторая часть алгоритма это функция проверяющая является ли массив отсортированным. Давайте ее напишем. static boolean is sorted. Передаем массив. Для того, чтобы проверить, что массив отсортирован, достаточно сделать следующее. Для каждого элемента массива. Только начнем не с нулевого, а с первого элемента. Если есть такой элемент в массиве минус один, следующий за ним элемент оказывается больше, то значит массив не отсортирован. Это если мы сортируем массив по убыванию, то каждый следующий элемент должен быть меньше или равен предыдущему. Если это условие не выполняется, значит массив не отсортирован. Мы сразу возвращаем false и все. А если мы прошли по всему массиву и каждый следующий элемент меньше предыдущего или равен, то тогда возвращаем true. Массив отсортирован. Ну и имея вот эти две функции, мы можем записать уже полный алгоритм сортировки. Как мы будем сортировать, пока массив не отсортирован. Shuffle. То есть случайным образом будем менять элементы этого массива. Случайным образом перемешивать. Вот. Это собственно и весь алгоритм сортировки. Тут у меня сразу подготовил измерение времени. Массив из 13 элементов. Посмотрим, сколько будет длиться сортировка. Запускаю. Ну все, сортировка пошла. В принципе мы можем не дожидаться, пока она закончится. Потому что тут у нас не супермощный вычислительный кластер, а обычный компьютер. Поэтому это конечно займет много времени. В чем недостаток данного метода? Ну или вернее особенность? Дело в том, что этот метод он полностью случайный. И при его запуске может случайно так и выпасть, что массив сразу после первого же перемешивания окажется отсортирован. И тогда этот алгоритм сразу закончится. А может быть и наоборот. То есть вот эта вот сложность n на n факториал. Это среднее математическое ожидание. А алгоритм вероятностно может как выполниться мгновенно, так и выполняться почти до бесконечности. То есть может быть мы просто неудачливы и будем случайные комбинации не те, которые надо вытягивать, и очень-очень долго. Поэтому для этого алгоритма каждое конкретное выполнение оно отличается по времени от предыдущего. И мы можем говорить о какой-то стабильности только в среднем. А если нам нужно стабильное поведение, то есть такой алгоритм, чтобы он закончился за предсказуемое время, то тогда можно попробовать другие алгоритмы. Например, сортировка полным перебором. А там, где есть перебор состояний, там будут работать и методы, которые используются для направленного перебора. Например, какие-нибудь генетические алгоритмы и прочее. В том же духе. То есть есть целое семейство алгоритмов, которые можно зарядить для того, чтобы выполнить сортировку. И мы, конечно же, их рассмотрим в следующих видео. Как вы понимаете, алгоритмы набирают популярность. И вот часто, когда пользуешься приложениями, такое ощущение, что вот именно такой алгоритм там внутри и встроен. Вот когда пользуешься даже приложениями лидеров индустрии, вот приложение Facebook, например, чисто вот этот алгоритм где-то внутри содержит. Вот иначе сложно объяснить такое поведение. Это часто может шокировать, когда вы тренировались писать эффективные алгоритмы, прорешали все задачи на лид-коде и так далее. Устроились в условный Google, а потом на практике выясняется, что у них там внутри не какие-то высокопроизводительные алгоритмы, а вот что-то в таком вот роде. Ну а что тут поделаешь? Надо перестраиваться, привыкать уже к таким вещам, потому что прогресс не стоит на месте. Ну и дальше, естественно, развитие программного обеспечения очевидно пойдет именно таким путем. Ну а сортировка все продолжает длиться. Видно, что мы достигли нашей цели, создали алгоритм, который не выполняется слишком быстро. И вот ура, как раз к концу моего монолога закончилась сортировка. Сортировка заняла всего лишь вот такое количество миллисекунд. Ну это всего лишь 6,5 минут. То есть 6,5 минут для десятка элементов это нормальное время для такого алгоритма. Ну а на сегодня у меня все. Оставлю в описании под видео ссылочку и на этот исходный код, и на предыдущие видео с сортировками, которые я упоминал. Желаю всем удачи. Используйте только современные алгоритмы. До новых встреч на канале. Пока. Ну и по желанию, есть возможность поддержать канал на Boosty. Спасибо всем, кто меня поддерживает так или иначе. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok